Здравствуйте! Это программа «Днями». Я Ирина Акулович. Сегодня в выпуске. Важно найти золотую середину в этом, чтобы сошлись интересы Могилевской области и бизнеса. Куда инвесторы вкладывают деньги в Могилевской области? Фактично для меня это модель сусветки. Скульптура «Рок изобилия» к кличевским дожинкам. Кем я ощущаю? Хозяином. Ощущаю хозяином, потому что это мое. Дребенскую деревню Калинка спасают новые хозяева. Это одна из святынь белорусского края, святыня нашей Могилевской, земли нашей Мстиславщины. Успенский монастырь в пустынках. Как идет реставрация? Кожный по-своему бачитый свет и олилюстровывая его в своих породцах. Выставка «Могилевская фанфара» смешала жанры и стили. И цветные пятницы на Большом дне физической культуры отпраздновали 20-летие радио «Могилев». Деньги, вложенные в дело ради получения выгоды, двигают экономику вперед. Как говорят, делают ее энергичной. В Белоруссии и, конечно, в Могилевской области актуальная задача – активнее привлекать частный капитал. В 2009 году вступил в силу 10-й декрет президента о создании дополнительных условий для инвестиционной деятельности. Он определил льготы для инвесторов. С этого момента власти Могилевской области заключили 259 инвест-договоров. И почти половина из них успешно завершены. Во что вкладывают деньги инвесторы, узнавала Елена Соловьева. Могилевская область На условиях инвест-договора эта компания работает не первый раз и видит в этом преимущества. Взяли на себя определенные обязательства в части создания рабочих мест, в части объема инвестиций, в части, что не важно, сроков выполнения данного договора. Организовать работу по условиям 10-го декрета могут как представители малого бизнеса, так и крупные компании. Причем предметом финансовых вложений может быть и покупка одного станка для производства, и строительство целого завода. На условиях инвест-договора свое производство в Осиповичах организовало предприятие «Алтимет». Здесь производят медицинские импланты. Заявленный объем инвестиций – более миллиона евро. Все условия компания выполнила и совсем недавно заключила новый инвест-договор. Наибольший интерес к условиям 10-го декрета инвесторы проявляли в первые годы его работы. Пик пришелся на 2013 год, когда заключили 73 инвест-договора. Теперь количество заключаемых договоров уменьшилось, однако сами проекты стали перспективнее. Мы стали более тщательно подходить к изучению потенциального инвестора и тщательно подходить к изучению финансовых возможностей инвесторов. Чтобы реализовать инвест-проект, можно пойти двумя путями. Первый – заключить инвестиционный договор с местными властями и получить преференции в виде налоговых и таможенных льгот. При этом взять на себя определенные обязательства. Путь второй – реализовать проект самостоятельно, не давая письменных обещаний. Глузский лесхоз обошелся собственными силами и финансовой поддержкой инновационного фонда Министерства лесного хозяйства. Инвест-проект строительства нового безотходного цеха деревообработки оценивается в 2 миллиона рублей. Планируем получать на этой линии около 2000 обрезных пиломатериалов, что позволит нам ежемесячно увеличить экспортную выручку на 200-220 тысяч долларов. В последние годы приоритеты инвесторов поменялись. Здесь, например, вкладываться в сферу торговли уже не спешат. А вот реальный сектор экономики, промышленность и сельское хозяйство инвесторам, в том числе и зарубежным, интересны. В Белоническом районе реализуют проект по выращиванию беконной свинины. В Климовическом литовская компания планирует выращивать индейку. По инвест-договору работает предприятие «Могилев химволокно». В этом году здесь начали строительство первой очереди комплекса по производству полиэфирной продукции. Однако не все договоры с бумаги переходят в реализованные проекты. Около трети заключенных инвест-договоров в Могилевской области расторгнуты. Все по вине представителей бизнеса. Предприниматели не смогли правильно выстроить концепцию и оценить риски. По этой причине не появился многофункциональный центр площадью 40 тысяч квадратных метров в Бобруйске. Так и не случилось техническое переоснащение и модернизация производства ОАО «Кожевник». Предприятие или организация намеревалась взять кредиты, но вместе с тем текущая деятельность не позволила им в конечном итоге взять этот кредит. Ведь банки очень требовательно относятся к любым бизнес-планам и к финансовым потокам, которые должен генерировать проект. Вскоре в областном центре может появиться еще один инвест-проект – заправки для электромобилей. Вопрос становится актуальным. Некоторые автолюбители Могилевской области приобретают автомобили с гибридными и электродвигателями. Их надо где-то заправлять. На каких условиях построить заправки – пока неизвестно. Специалисты просчитывают тарифы и подбирают подходящие площадки. В Могилевской области почти завершена уборочная кампания. Намолочено около 1,2 млн зерна. Сельское хозяйство готовится отмечать дожинки. И в нашем регионе областной фестиваль в конце сентября состоится в Кличеве. В честь этого события в районном центре появится скульптура под названием «Рог изобилия». Сегодня в гостях у программы «Днями» автор Андрей Воробьев. Здравствуйте, Андрей. Добрый день. Ну, скажите, что сыплется из вашего «Рога изобилия»? Какую философию вы заложили в свою новую скульптуру? Фактично, для меня это модель со светом. Это «Рог», який висит у небе. Такая чаровная скульптура. Глядач, спачатку будзе бачить великие прадметы. Это гарбуз, кож с журавинами. То есть то, что есть у нас. Так, у сё богатцея, кое бываю у нас на столе. А далей, калі погляд будзе падымацца вышей, чалавек глядачу бачить хату пад ябланями, а далей город, а далей ўсю землю, якая будзе уходзіць баунутр гэтага «Рога», а над ёй парить бусил. Он охраняет нас, ваш бусил? Так, своими крылами оховывая нас. И робить живыми. По древнегреческой легенде, Зевс сделал сломан рог козы, рогом изобилия, в котором не иссякает еда и питьё. Как вы считаете, у нас вдоволь всего в стране, мы все можем? Мы, когда складанное питание, нам ёсс до чого имкнуться. Безумовно, у нас ёсс бульба на столе, у нас ёсс простые рычаги, які мы любим, без яких не можем ясновать. Нас можно обойтись. Ну, а марципаны по мере необходности так само наповно будем сдобывать. Насчёт того, что мы можем. Вы принимали участие в съёмках реалити-шоу, понаехали два каникула вслепую, которые снимала наша цель-радиокомпания. И девушки, участницы кастинга, были у вас в студии и пытались высказать свой взгляд на ваши работы. Как вы считаете, сегодня молодые люди, которые, в общем-то, живут в интернете, способны ли вот так вот вживую, не прячась за аватарками, рассуждать, мыслить, высказывать свой взгляд и видеть вашу работу? Конечно. Мне вельми сподобались у дельники шоу. Некоторые погляды для меня были новыми, и это было цикаво для меня. И так, как это и отбывается, такие отворотные рух от глядача до аутара, это цикаво. И цикаво, что глядач мая своё меркование, и оно может не совпадать. Вообще люди разных поколений по-разному оценивают работы? Наверное, опираясь на какой-то свой жизненный опыт, ассоциации, они должны быть разными? И они повинны быть разными, безумовно. И это не минуча, потому что мы выросли на одных букварах, а иные уже на инших. Скульптура шагает по Могилёву. Это такой вывод сделали могилевчане, потому что очень много выставок, очень много пленеров, и новые скульптуры появились в Могилёве. Как вы считаете, чего нам сегодня не хватает? Что должно быть ещё в городе? Не хватает скульптуры. Вообще, в принципе? Так, скульптура не бывает шмат. Куды б не приехал в якую европейскую, например, столицу, там, куды некинь погляд, усёда скульптура, гэта оживляет, гэта робить город адметным, гэта душа города. И тому я, ну, своими силами спробую, что с тебя зарабить, и что с тебя отремливается. Скульптура повинна быть шмат, и тогда есть шанс, что дети сегодняшние, и они будут глыбей и богатей. Но они должны видеть разные. Вам не кажется, что у нас очень много реализма вообще в творчестве сегодня? Сгоден. Хотя выники пленера показали, что могут быть и не зусим, и зусим нереалистичные працы. И они так само знаходят вводгу, потому что скульптура – гэта не только сюжет. Гэта сюжет – гэта литература. Но это не застывший камень. Скульптура – это нечто живое. Гэта, может быть, и застылая у неким своим моменте, але оживляя глядач. В этом моменте есть жизнь, правильно? Так. И калі глядач падыходяць, у гэтым так само ёжыццё. И калі докранаецца, да, шурпа, так как аменя, альбо гладкага, альбо тёплый на выгляд бронзы. Вось гэта ёжыццё, и не обовысково там павинен быть некий литературный вербалізованный сюжет. Вы меняли свои мысли об этом роге изобилия, что там должно быть? Или он пришёл к вам сразу, и вы поняли, что это так? Одразу пришло разумение, як гэта павинна быть. А набор прадметов, я их шукал. Тому, что не любой прадмет можно зарабить у скульптуры. И он может стать непознавальным. Мы ведаем рысовую кашу, але я нель газлепить. И нам буде неподобная. Ну, бульбу... Бульбы шмат высыпалась из рога. И жито шмат, и розных продуктов шмат. Але ёсць и сюрпрызы, рог мае магичные якости. Какие? Ну, и он умея спраучвать жаданне. Зарабеўшысь дымак, кожны чалавек можа сфотографавацца, трымаючы ў руках гэта рог. І таким чынам керуючы сваим добра бытам і счастьям. Можна хотеть і духовных каштолностей. Іх символизують книга, яка там буде. Можна і матеріальних, що ж, конечно. Без этого тож ніколи. І жидаючий автомобіль зможе дотрануться до автомобиля, і он буде наближаться до його. Я думаю, що дотрануся до вашого бусла. Благодаря вас за інтерв'ю. Желаю, щоб ваші роботи всегда були людям интересны. Спасибо. Дякую. К творчеству ми ще вернёмся. А сейчас о Пустынковском монастыре на Мстиславском пограничі. Це, кстати, один із двох объектов Могилівської області, де фінансирується і ведеться реставрація. По решінню депутатов облсовета почти 90 тисяч рублі, заработанных на республіканському субботниці, істратят на ремонт зданий монастыря. Пам'ятник архітектури 18-19 веков восстанавливаєт уже с десяток лет, і конца работам пока не видно. Про сегодняшні пустынки, расскажет Илона Іванова. Пустынками обычно назывались места, где селились, уединялись для молитв монахи. Сейчас Успенский монастырь снова відстраивается. Монастырь был основан в начале 15 века князем Симеоном Мстиславским. Этот князь знаменит тем, что он участвовал в Грюнвардском битве, его полки выстояли против рыцарей и крестоносцев, и его полки, которые он собрал с нашей Мстиславской земли, они решили исход этой великой битвы. По легенде, вода здешней Крыницы вернула князю Симеону зрение. И в 21 веке люди идут к ней с надеждой на здоровье. Церковь Рождества Богородицы построена у Крыницы, где люди берут воду. Кстати, в советские времена в этом месте организовали баню, в которую, по рассказам, ударила молния. Теперь здесь есть и купель, куда стоят очереди на праздники и в туристические дни. Я приехала. И что ты тут смотришь? Ваша церковь. Нравится? Да. А есть то, что все ищут. Вот. Жизнь такая короткая, что надо побыть и в монастыре, и посмотреть, и увидеть, какая была раньше жизнь, и как нужно жить. Всем людям на земле желаю добра, здоровья, понимания, гармонии, позитива. Вот той ауры, которая здесь, чтобы всегда везли в свои семьи и окружающим дарили. Монастырские здания, которые можно увидеть на территории, строились на протяжении двух последних столетий. Колокольня, возведенная во второй половине 19 века, недавно отреставрирована. А вот это здание не было церковью. И тут, говорят, никогда не было росписей. Но на одной из стен проявилось изображение лика Христа. Говорят, что его увидели рабочие, которые спали в комнате. Верующие считают его нерукотворным и приносят сюда свои домашние иконы. А само изображение теперь под прозрачной защитой. Успенский монастырь действующий. Мужчины уходят сюда от мирской суеты. Поэтому увидеть насильников, так называют местных жителей, здесь можно только издалека. Мы находимся на хозяйственной территории монастыря. Справа мы видим кельи монашеские, где живут братья. Это вот трапезная, хоз постройки, это вот огород и сад. Мясо в рационе монахов отсутствует. Но если нет поста, можно есть яйца и молоко. В магазин монахи ходят на деньги от пожертвований. Но в основном, что вырастили, то и едят. Надо работать. На своей земле, чтобы жить, надо работать. Это наша земля, наша белорусская земля, на ней надо работать. Покровская церковь 19 века с братскими корпусами восстанавливается. Здесь идут реставрационные работы, которыми занимаются могилевские строители. Уже седьмой год. Ой, финишные работы, это не мои компетенции. Потому что как оно там будет, это будет, время покажет, да. Ну и естественно, конечно, какие-то для кого-то, кто бывает редко, здесь они, конечно, на лицо. Потому что восстановлена частично уже и сама церковь в каком-то уже более приглядном состоянии находится. И она подведена под кровлю. Хотелось бы, чтобы и правое крыло братского корпуса, скорее бы его положили под кровлю, чтобы оно не так разрушалось. Кстати, в храме раньше все было разумно устроено. Вентиляционная шахта и своя отопительная система. Керамические трубы в стенах могут стать теперь экспонатами музея. Глазурь, которая на керамических трубах, она и сохранилась в настоящее время. Она находится на хорошем качестве. Местные власти думают, что помочь восстановлению пустынок поможет целенаправленная государственная программа «Музея под открытым небом». Проводим субботники здесь по наведению порядка. То, что мы можем сделать, где не требуется капитальных вложений каких-то. Так выделяются деньги. Для полной реставрации нашего монастыря где-то порядка 45 миллиардов денег надо было. В настоящее время освоено 15 миллиардов по динамированных рублей. И сейчас выделяются деньги. Но пока все еще не приступили к реставрации Успенского храма. Ходить здесь небезопасно. Он разрушается. Если раньше можно было увидеть изображение цветов на фасаде, подняться по винтовой лестнице наверх, то теперь уже нет. Вот раньше таким был весь монастырский комплекс летом. Старинные стены из красного кирпича и зелень вокруг. Красиво, но все же люди хотят сохранить и памятники архитектуры, и само место, которое называют намоленным. А значит, нужно вести восстановление. Хотя монахи говорят об этом просто. На все воля Божья. У Дребенской деревни с вкусным названием Калинка нет даже дорожного указателя. Говорят, ее и на картах тоже не найдешь. Но у Калинки несколько лет назад началась вторая жизнь, когда здесь появились новые хозяева. Они держат большие подсобные хозяйства и доказывают, что если подойти с умом и желанием, то и сельское хозяйство дает приличный доход. И что особенно важно – удовлетворение от труда и жизни. О том, кто и как спасает Калинку от вымирания – наш репортаж. А вокруг нас – наша деревня. Поле, лес, дорога. И по этой дороге вольно гуляют поросята с курами. Это отличительная особенность Калинки, где живут всего несколько человек. Зато в каждом подсобном хозяйстве животных считают десятками. Показалось мало, начали… Купили коров. Решили подоить молоко. Купили две коровы, потом месяц подоили. Получилось. Купили еще две. Подоили неделю, купили еще две. Шесть коров – канадские галштинцы и белорусские черно-пестрые. Сказали? Березка. А та? Чернушка. Та Василиса. Белка, малина и ряба. Самое интересное – коровы очень чистые. Оказалось, их моют керхером. Хотя я думала, что никогда не смогу доить коров. А на самом деле это затягивается. То есть вам нравится? Да. Травцовы обосновались в Калинке лет шесть назад. Решили бросить работу в России и вернуться домой. Случайно купили сельский дом. Завели хозяйство, а теперь оно дает им хороший заработок. Молоко хозяева перерабатывают в творог, сыр и масло. И говорят, что их натуральные продукты в Могилеве ценят. Спрос даже превышает их возможности. Поэтому на будущее весно они разработали бизнес-план. 20 коров и фермерское хозяйство с помощниками. Свободно здесь. Я свободно чувствую себя. Выйти, даже просто выйти из дома, постоять, посмотреть, как что. Пройти, обойти владение. Сосед и родственник Коровцовых живет в агрогородке. А в Калинке у него хозяйство. Есть у нас пасека, подсобное хозяйство, очвини. Ну и все остальное. Михаил Михайлович занимается пчелами больше, чем три десятка лет. Мед – его бизнес. И в этом году он в цене. Спросом пользуется. Но работы требует большой. И знаний тоже. Я люблю пчел и мед. Люблю. И людей люблю. Но не пчелами едиными. Хотя пасека впечатляет. Свиньи у Левицкого гибриды, когда скрещены домашние с европейскими дикими. Таким не страшны холод и осадки, и еды нужно меньше. Туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп-туп. Шу-шу-шу. Шу-шу-шу. О, снимай с него, снимай его. Красиво. Значит, прапрадеды, было у них, значит, 33 гектара земли. И было 16 детей. Вот. И вообще работали на земле. Раньше в этой деревне было три десятка дворов. Теперь заняты всего несколько хат. Но все же деревенька живет. Какое будущее у Калинки? Оно зависит от тех, кто приехал сюда, чтобы жить и работать. Люди, которые хотят вот этим заниматься, вот как мы сельским хозяйством, они поддерживают деревню. Если бы этого не было, и деревня бы эта уже давно умерла. Ее бы не было. Пускай Калинка не умирает. Ну, пускай. Пока мы здесь, да. Интонация недели выставочная. Этими днями в Могилевской области открылось сразу несколько художественных выставок. В галерее Бобрусского художественного музея выставка Анатолия Ананича. В Могилевском художественном участников пленера «Образ Родины в искусстве» имени Белынского Берули. А в выставочном зале музея истории Могилева художники и скульпторы представили свое видение мира на выставке областной организации Союза художников в Беларуси. Выстава «Могилевская фанфара» – это сбор творов разнобаковых мостаков и скульпторов. Творчие люди делятся своим поглядом на житё. Король и пешки – спрадвечная тема громадства людей. И так называется картина Ленины Сиваковой. Как кажутся житё – это белое и черное. То же самое, это самые шахматы, это как наше и громадство. Зимовый краевит Юра нестерукана помин, что винта из камен – зима близка. Причем это сделано при допомоге сучасной мастацкой мовы, где рытым фарбу и плямам створает уражение. Ну, как у ведомой песни спевается, что каждый период года – это некое счастье для человека, и просто треба знаходить свои некие для себя цикавости и некие якости. На самой справе – это же не мы створили зиму. Мы должны принимать, как есть. Ах, эта картина называется эпилог, причем выява Саддама Хусейна символично написана попелом. Вот он родился с прахом и в прах Адыде. Как сучасник взаимназирал его взлет, когда он был на вершине. И тот трагичный финал, до которого он пришел, человек, который имел необмежаванную владу, фактически был шейхом-султаном. И как он закончил. И мне просто экранная драма конкретного человека. Мастерские творы – это на годы спинится и задуматься. Выстава «Могилевская фанфара» – это не так. Радио можно наведать в зале Музея истории города до конца вересня. Радио «Могилев» 8 сентября исполняется 20 лет. «Слушай свое» – такой лозунг у нашего любимого радио. Музыка, новости, интересные программы – там есть все для жителей Могилевской области. Хороший совет журналистам и не только радийным дал известный советский писатель, актер, режиссер и сценарист Василий Шукшин. Он родился на Алтае, работал в колхозе, слесарем на заводе, служил матросом на Балтийском флоте. И именно тогда Шукшин стал читать сослуживцам свои первые рассказы. В итоге Василий поехал поступать во ВГИК, и чтобы собрать деньги на дорогу до Москвы, мать продала корову. Ее сын не просто стал известным человеком. Он повлиял на умы и души людей. А наша цитата из повести «Калина Красная». Писать надо так, чтобы слова рвались, как патроны в костре. Юбилею радио посвятили Большой день физической культуры в Могилеве. Традиционные его организаторы – телерадиокомпания «Могилев» и «Городская власть». Этот праздник на Дубровенке собрал почти полторы тысячи активных участников и все любители спорта и здорового образа жизни. Там было все. От спортивных танцев на шесте до флешмоба на батутах. Цветные пятницы подхватили это легкое спортивное настроение. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова И напоследок о звездах. Этими днями в Могилеве открылась первая астрономическая площадка, построенная она школьниками и учителями в 28-й школе областного центра с помощью гранта. Направление мысли юных могилевских астрономов правильное. Ведь новости из космоса впечатляют. Например, ученые, которые занимаются поиском возможных признаков внеземной жизни, определили радиосигналы из крошечной галактики в трех миллиардах световых лет от нас. Японские астрономы обнаружили на Луне кислород земного происхождения и теперь рассуждают о будущей колонизации спутника Земли. И, наконец, NASA отправила автоматическому зонду Voyager 1, который уже 40 лет исследует солнечную систему и ее окрестности, поздравление с юбилеем. Текст такой. Мы предлагаем дружбу среди звезд. Вы не одиноки. Берегите себя. Программа днями. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова